Какой хороший месяц апрель. Как он мне все-таки нравится. Мало того, что у меня день рождения, 19 апреля. И плюс еще такая погода. Кто в футболках ходит? Кто еще в шубах ходит? Кто уже в платьишках летних? Кто в чем? Олейка, похоже, здесь возле дома. Несмотря на то, что она между двух дорог, которые пылью пылятся, прям невозможно. Вот, кстати, от чего отвыкаешь? Это от пыли, наверное. В Испании вот именно пыли нет. Ну, как она есть, но вот не таким столбом стоит. Хотя, с другой стороны, я вот уже который день хожу, четвертый, пятый в кроссовках. Вроде пока чистые. Слушайте, кстати, хорошие кроссовки вот эти вот. Это не реклама. Опять же, если что, вдруг. Прям я взяла вот чуть-чуть побольше. У меня палец прям, видите, вот где? На сантиметрик, нет, даже меньше, наверное, может, на полсантиметра. Побольше они. И прям удобно. Ногу ничто не сдавливает. Амортизирует подошву. Так классно в них ходить. Надеюсь, сейчас всем все было слышно про подошву. Потому что два пацана на моцике. Так я что про пыль-то? Слушайте, пыль вот вроде она и есть, да, но она какая-то другая, она не грязная. И правда, помните, я говорила, что странно, что, как сказать, нет, так много пыли, почему грязи именно в Испании? Наверное, правда, наверное, почва другая. Да, у нас же вот все-таки правда, вот дождями моется земля, и все считая на тротуары. А там такой земли-то нет, там песок в основном. Нет, ну она есть земля, но как-то так недостаточно. И может она больше с песком. Ну, короче, не знаю. Вышли на улицу, сижу, гуляю. Пускай я буду теперь как пенсионерка гулять. На самом деле надо доехать. Или дойти, нет, дойти-то я не рискну. Нет, может быть, в одну сторону рискну дойти, обратно-то ехать придется. Тут 2-3 остановки, ну, коленка болит. Она не то, чтобы болит, она не постоянно, она в какой-то момент может просто посреди пути перещелкнуть, и все, и не туда, и не сюда. А мне сегодня, короче, сон снился. Я аж проснулась такая, думаю, что такое, как будто вот коленка, которая перещелкивает все время, как будто я бегаю с этим, со шприцом, где-то я взяла его в аптеке, что ли, и мне, а за мной бегает формулка. Фармацевт, ты говоришь, если ты сейчас не сделаешь укол, я сама тебе сделаю, короче, мы бегаем в фармацевт за мной, и от нее с этим в курицом. И, значит, я говорю, я боюсь, боюсь. Она говорит, коли это не больно. Я пытаюсь туда сказать, нет, 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 мне это больно. Ну, короче, дурь какая-то мне уже сниться, вообще все. Вот так меня прет с этих с олеутерокопом, наверное. Ну вот, а теперь думаю, надо куда-то сходить. Ну вот, я говорю, боюсь, как бы она у меня не перещелкнула, бы, зараза, в какой-то момент. Да, в принципе, всегда такси можно вызвать, да. Я тоже думаю, что-то я проблему создаю. Пойду сейчас в пятерку схожу, мне вышло за сигаретками, схожу в пятерку, хочу купить кое-что, и я еще, представляете, я вот месяц здесь, я еще в пятерке не была. Хотя пятерка у нас вот от дома рядом, тут вместе с магнитом она. Вот магнит, вон пятерка там за аптекой стоит. Короче, еще не раз доставку только делала. Кое-что руками пощупать надо, ну, например, авокадо там, или салат айсберг я хотела взять, ну, такие вот вещи. Ну и вообще посмотреть, что там делается интересного, может, может, что интересного будет. Раз уж в жизни пока ничего интересного. Девчонки, про гардероб. Что я вам хотела сказать про гардероб? Вы говорите, во-первых, я ничего ушивать, менять не буду, на большее. Спасибо большое всем за отзывы, кстати. Кстати. Спасибо большое всем за отзывы, да. Футболку мне хотелось бы чуть... Не, она не... Я говорю, она не тянет, ну, что? Мне хотелось бы чуть посвободнее, ну, такой по балаконности. Ну, это уже моя личная такая заморочка. А потом этот... Не, конечно же, никуда я ее не пойду менять. Ну, дорога, что хотелось? Может быть, там и есть побольше размера, я даже не спала. А, по-моему, он мне самый большой дала. Ну, короче, ничего я с ней менять не буду, ничего я буду менять себя. Это уже можете... Можете ржать опять там сейчас. Хейтерюги фас там, значит, вот это вот все, да. Но нет, девочки, уже пришел, ну, как бы, как сказать, пришел момент уже, когда этот... Самое мне надо. Не то, что мне все сказали, а как самой надо. Все, организм почувствовал, уже самой надо. Вот, в этот... Что хотел сказать-то, блин? Мы слушала с этой музыкой так плесать, сразу же плесать. Что хотел сказать-то? А, надо разобрать. Мне говорят, что я не привезла с собой гардероб. Девчонки, летние вещи я привезла. Надо разобрать. Надо будет, наверное, мы с вами завтра, может быть. Я даже, помните, я вам шкаф показывала, что у меня в этом, там в Испании-то... Сколько у меня там шматья в шкафу. Покажу, что привезла сюда. Ну, во-первых, я привезла вот эти майки, в которых хожу. Вот у меня был комплект, и пять штук я покупала. Я их привезла. Но я их привезла, чтобы ходить в них дома. Наверное. Я так думаю. Привезла платье. Ну, это я все покажу. Все, это сам полный чемодан набила. А футболочки из футболочек оранжевую только привезла. Ну, она тоже такая, знаете, уже подуставшая. Они, почему я их все выкинула? Они, видите, как? Покупаете дешевые... Там, как сказать, привычка была покупать дешевые эти... Знаете, почему? Футболки именно, вот такие летние вещи. Потому что они очень быстро застирываются. То есть там стираешься же все равно чаще. Там пришел, два-три раза в день одежду поменял. Все это стирается каждый день. Все это замусоливаются. Хорошие вещи, ну, если дорогую, допустим, купишь. Она будет застирываться точно так же, как и дешевая. Ну, точно так же. Поэтому давайте вот так посмотрите. Хорошечку гуляем. Ну, на меня-то все время пальцовывают. Ой, там такие близняшки. У двух одинаковых в желтых курточках бегают. Приходит. Вот. Ну, короче, гардероб надо будет разобрать. Просто сходить. Уж. У меня там комком еще все лежат. У меня еще не все пакеты вскрыты вакуумные, которые я привезла. Короче, не все еще сделано. То есть до кладовки я еще не знаю, когда дойду. Так, бросаю там все. Трусишь духи потеряла. Тут думаю, блин, куда-то духи ей так упаковала, еле нашла. Все перебрала. Короче, никак у меня не это самое, не до раскладываюсь. Я вот вещи-то большие все, вот даже матрас на место уже приложила. Остальные вещи. Ну, смотрите на Уфу. Я в Уфе. Кто спрашивал, я сейчас в Уфе. Родилась, выросла и вернулась обратно. Не спрашивайте, надолго или нет. Вот, кстати, еще один вопрос. Надо было сегодня с Танюхой. Кстати, с Танюхой, спасибо большое, кто подписался на канал. Она завела свое. Это моя, так скажем, приятельница, не подруга, приятельница, моя коллега. Блогер. Она, конечно, покруче меня будет. Но вот как-то мы с ней не встретились в Испании. Она живет в Испании. И завела канал. Она на Ютубе вообще. А завела канал на Дзене. Я ее уговорила в этот... Ну, в смысле, дала ей пиндель. Что там тоже можно. И канал у нее называется Понемногу обо всем жизнь в Испании. То есть так и набираете. Понемногу обо всем жизнь в Испании. На Дзене. И вот у нее там сейчас можете смотреть всякие разные там, то, что про Испанию. Она... Видите, я вот сидела ни на какие праздники, ничего не ходила. Возможностей не было. Ну, как бы... И сама я не очень люблю такие вещи. И... Ну, тут с завидом особо не разойдешься. Да, не расходишься. То есть это... С ним идти как с маленьким ребенком. То есть он постоянно контролируется. Вот. А тут этот... А Танюха-то она такая молодец. Она прям живчик. Она по всем праздникам. Она все снимет. Все красиво. Все, кто хочет посмотреть. Вот эти всякие красивые действия. Она там как раз и... Это самое... Ну, публикует как раз вот эти видео. Прям последний у нее там был праздник. Когда-то Пасху жгли чучел. Так что, если хотите, можете зайти посмотреть. И вот мы с ней сегодня с утра. С утра сегодня. Я к чему это все так долго? Так Танюху опять помянула. Так долго... Мы с ней с ней с утра уже пообщались. Ну, мы общаемся по телефону. И она вот правильную мысль сказала. Она говорит, ты как будто сейчас потерялась. Как будто ты не понимаешь, где ты, что ты и зачем. Какого-то плана в жизни нет. Поэтому такая апатия. Никуда ничего нет. Наверное, да. Наверное, я вот на адреналине быстро все сделала. То есть там более-менее расслабила. Жилищные бытии. То есть такие бытовые проблемы решила. Холодильник пристроила. Копу свою на матрас пристроила. Значит, пылесосом обзавелась. Ну, такое по мелочам. Ботовушка. Все. А теперь надо думать, куда двигаться дальше. Так. Питание я себе придумала. Даже ничего мне не говорите. Правильно. Неправильно. Девочки. Вот просто поверьте. Я понимаю, что все мы, все знают, как правильно питаться. Но поверьте, что я тоже знаю. Имея всю жизнь большой вес, поверьте. Я тоже знаю, как правильно питаться. Все это было пройдено. Все это было уже испытано на себе. Я знаю, что конкретно мне помогает, что конкретно не помогает. С учетом моего здоровья. С учетом всего. Все. Вот все знаю. Правда. Все знаю. Прям вот да. А уж сколько писано-переписано мной про это было. Это просто вам даже представить сложно. Поэтому вот. Спасибо большое. Единственное, что мне от вас нужно, это нужна поддержка. Кто хочет, тогда со мной. Кто не хочет... Здравствуйте. А когда вы с вами говорили? Нет, я уже здесь месяц почти. Сейчас одну секунду пишем видео. Покажи. 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 Ты знаешь, это тюрьмка? Да. Покажи. Я вас в интернете смотрю. Спасибо большое. Очень приятно. До свидания. Можно спросить? Да, конечно. Остановлю видео или как вы? Не надо. Не надо? Вы там жили с мужем или просто ухаживали за мужчиной? Нет, это он не официальный муж, а как... Ну, вместе как гражданский брак, так скажем. Это сейчас. То есть у вас у всех все-таки сомнений. Я вас не понимаю. Нет, нет. Ухаживаете? Нет, нет, нет. Ухаживаете? Когда ухаживают, деньги платят, хоть не так обидно. Я говорю, может, с девчонками смеялись. Хоть не так обидно. Нет. Спасибо большое. Да, это правильно. Я вталкиваю. До свидания. Вот так вот. Вот так вот со зрителем. Мало того, что здесь, так еще и с соседями подъедет. Короче. Девчонки, все. Главное, уже человеку камеру не буду тыкать вот это в лицо. Ну. Но очень приятно вот так вот раз и... Приятно, правда. Мне приятно. Я не знаю, как кому, мне приятно. А вот. Я на чем остановилась? Короче, где я, кто я и зачем? Вот так вот. Надо определяться, куда я, что я. Блин, я так обрадовалась, что у меня мысль ушла. Правда. Вот она, слава. Нет, это шутка, правда. Все равно приятно. Правда, приятно. Я не кусаюсь, на самом деле. Если кто-то закончится дать, я не кусаюсь. В это самое. Короче, у меня есть план. Я его пока не курю. Я его только думаю. И сейчас чуть-чуть еще определюсь в направлениях и буду дальше действовать. Нет, отсюда я выезжаю пока не буду из Уфы. Пока я останусь здесь. Пока у нас еще не все пятерочки освоены. У нас еще не все созрано. Нет, на самом деле, учитывая все ситуации, я пока решила остаться здесь. Как сказать, мы политику-то не обсуждаем, но вообще, учитывая вообще все-все-все ситуации, я пока решила остаться здесь. На самом деле, я говорю, что сейчас и раньше жизнь кардинально изменилась. То есть она, конечно, в моих представлениях, ну, еще в голове осталась. То есть я уезжала из одной Испании, а вернулась. Ну, я не могу сказать, что она совершенно другая. Ну, она другая. То есть реальность стала вот вообще... И как бы, наверное, может быть, даже в большинстве стран так, что оно как бы другое. Даже с учетом того, что мне не нужно сталкиваться там с поиском работы. Я могу сидеть дома и не коммуницировать ни с кем вообще. Ну, как бы вот это вот, да. То есть я работаю из дома, не зависит от ничего. Но в плане цен, отношения, вот это вот всего, это, конечно, другое. Поэтому я думаю... Пусть пока. Я знаю, что я в любое время могу вернуться. И эта мысль, как бы, как сказать, не дает мне расстраиваться, что, а, уехал, будешь никогда не вернуешься. Нет. Так, конечно, не будет. Так все, все. Ни Россия, ни тюрьма, ни Испания, ни тюрьма. Всегда можно туда-сюда ездить. Смотря ни на что, все равно весь мир передвигается. Вот. Кроме того, есть много других прекрасных стран, которых я еще не видела, вот так вот скажу. Что, правда? Я, кроме Испании, нигде не была даже в Турции. Я не была. Представляете, я не была даже в Турции. Не в Турции. Куда еще люди? В Египет ездят. Я не была. Куда еще можно поехать? Не в Тайван. Ну, в Тайван, ладно, мне не хочется даже в Тайван. Ну, короче, вот вообще нигде. Поэтому я сейчас пока определяюсь, куда, что, как, с кем, почему и когда. Вот так вот. Это были планы. Это были небольшие такие, как сказать. Ну, короче, Татьяна меня сегодня заставила задуматься с утра. И, ну, то есть она меня направлением не дала. Такое. И все. Я теперь думаю. Да, вот такой был таланок. Ладно, побежала я курить, пока меня опять... Ой. Все, это, наверное, вырезать надо. Побежала я в пятерку. Пока меня опять кто-нибудь тут не отловил. А мне было бы приятно. Короче, побежала в пятерку. Пойду поштюку все своими руками. Хотя бы что там в пятерочке, а потом дальше буду заказывать. Ну, все, не буду вас больше задерживать. Пока-пока. Подписывайтесь. Будем еще шпотки мои разбирать. Там, что у меня есть, что нет. Там, все, блин, половина маленького платья даже мерить не буду. Ну, ладно, померим. Посмотрим. Ну, все, пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok